Откладывать, друзья, деньги или же все-таки жить сегодня и тратить все деньги и радоваться жизни? Давайте сегодня поговорим на данную тему. Тема очень интересная. Также мне будет интересно ваше мнение в комментариях. Как вы считаете вообще, стоит ли тратить деньги, жить сегодня или же все-таки стоит откладывать деньги себе на будущее и ставить цель, ну, например, как вариант жить с капитала? Данная тема на самом деле интересная и непростая у всех отношения к финансам. Своё, особенно после того, как произошли у нас вот такие события, да, когда мы собирали, собирали, собирали деньги, да, во многом себе отказывали и просто нам взяли и перекрыли, как говорится, кислород. И наши деньги просто заморозили или просто они растаяли и мы потеряли, зафиксировали убытками. Кто-то из нас, возможно, пожалел и скажет, блин, лучше бы я купил там, не знаю, телевизор, машину, что-то там еще или тратил бы деньги в моменте и радовался бы жизни. И я думаю, такие мысли у многих были, потому что деньги были заработаны кровно и в итоге они были не потрачены, а просто были потеряны, либо вовсе заморожены. И я вам закину спойлер, меня тоже стали посещать такие мысли, а может быть начать жить сегодня, я сегодня тоже поделюсь этими мыслями, почему они у меня возникли. И поэтому, еще раз говорю, я решил записать это видео. Вообще, наверное, я деньги уже откладываю примерно лет 7-8. Я об этом говорил в своих роликах после прочтения книги «Самый богатый человек» в Вилоне. Я просто начал это тестировать, насобирал первые там 50 тысяч рублей, положил их на вклад, и вклад принес мне проценты, и я понял, что деньги могут работать на меня. И после этого я сформировал эту привычку и понял, что капитал немаловажен. Про капитал тоже у меня уже было отдельное видео, и про это то, что я сказал. Поэтому смотрите на моем YouTube-канале. Один из моих друзей сказал мне, нужно жить сегодняшним днем, мы не знаем, что завтра будем. Я ему на это отвечаю, что нужно всегда надеяться на лучшее, следить за здоровьем, стараться прожить как можно больше. Ну, понятное дело, что многие факторы от нас не зависят, да, можно там, не знаю, и подсказнуться, получить травму, еще что-то, это все понятно. И также, когда касалось у нас там спора, например, денег, откладывать и откладывать, он всегда топил за то, что, ну, нужно радовать себя сегодня, чем собирать. Смысл собирать, смысла в этого нет. И такие сторонники на самом деле людей есть, которые именно любят тратить все в моменте. Есть люди, которые смотрят немного глубже. Я, например, из тех людей, которые смотрят наперед. Вот, опять же, к чему я все это рассказываю, я уже, кстати, в некоторых роликах тоже это поменял. Угнал то, что после всех вот этих событий, да, когда ты там инвестировал целый миллион рублей, даже больше, в активы. И сейчас, да, 400 тысяч, например, капитала просто заморожены, ты не можешь им управлять, он не приносит тебе ничего. Еще какая-то часть капитала, убытки из-за того, что активы все обесценились. И ты, как бы, понимаешь, блин, ты тут столько, ну, в рынок вкладывал, ты зарабатывал эти деньги, да, тот же самый миллион ушло, у тебя не один год. И тут в один прекрасный момент, да, вот такое вот случилось, хотя вроде бы, да, ты осознавал то, что инвестиции – это риск. Ты готов был к этому риску, но все равно, понятное дело, всем это дело неприятное. Я тоже стал задуматься, может быть, действительно нужно жить сегодняшним днем, смысл вот в этом во всем откладывать или так, чуть-чуть себе на черный день отложить, а так шиковать, жить, тратиться сегодня и радовать себя эмоциями и кайфовать от жизни. Такие мысли у меня были, но, несмотря на все эти трудности, развеял, прочь. И сейчас не жалею то, что я их развеял, потому что всегда будут приходить какие-то мысли, с которыми нужно бороться и нужно быть устойчивым эмоциональным и всегда принимать правильное решение. Даже вот сейчас, когда вот это все было плохо, когда тебе тут негативит, тут негативит, ты можешь реально испугаться, поддаться, панике кого-то, послушать, даже послушать тех вот, кто, как мои друзья, у которых действительно не имеют капитал, а хотят сбить тебя столько, чтобы ты продал свой капитал, зафиксировал или там какие-то другие блогеры или еще кто-то, там где-то, брат, сват, родители, подтолкнуть тебя, что ты на самом деле делаешь неправильные вещи, надо было тебе купить велосипед, а не инвестировать в акции. Теперь ты остался без велосипеда или еще чего-то, это очень важно. И я вот эти моменты преодолеваю, и мне очень трудно пробить, кто бы на меня как не влиял, там родители, друзья. Я все равно для себя понял такую вещь, что все-таки пусть я буду сегодня намазывать одну баночку с икрой, а со временем я буду намазывать столько икр, сколько я захочу. Я сторонник этого. Кто-то хочет намазывать сегодня не одну, а три сразу булочки с икрой. Тут уже каждый выбирает сам, об этом я уже ранее сказал. Я пришел на рынок и в инвестиции для того, чтобы жить с капиталом. И я готов вот это все терпеть, я готов сегодня намазать, еще раз говорю, одну баночку с икрой. И что еще самое важное меня спасает, то, что когда у тебя есть капитал, это лучше, чем когда у тебя его нет, и когда ты живешь в моменте. Даже вот касается того же самого здоровья. Вот недавно мне нужно было пойти в больницу, ну вот так вот приболел я, всякое у нас бывает, непредвиденное стоятельство, и я выложил 4000 рублей. Благодаря тому, что я отказался, икру есть каждый день, у меня есть эти 4000 рублей в нормальную медицину, в нормальную поликлинику. Реально вылечился, 2-3 недели восстановился, и все шикарно, как говорится. Современная медицина решает, может быть она в России не на хорошем уровне, но все равно довольно-таки неплохая. И не сказать, что она дорогая. Ну, те, кто, например, живет сегодняшним днем, кто день сегодня транжирит, конечно же, он не скажет, я лучше пойду в бесплатную, чем я пойду в платную. Потому что у него нет денег на платную, потому что он выбрал вот такую стратегию, жить сегодня, намазывать икру каждый день на хлеб. Я немножко выбрал другую стратегию, ей позволяю себе и лечение, и где-то что-то купить, но и в то же время вот так вот куда-то деньги не швыряюсь, и стараюсь все равно излишки инвестировать и накапливать. И вот эти очередные мысли меня, которые я принял раньше, то, что нужно, несмотря на что, все равно откладывать, и вот именно болезни, и все вот это. Лечение я занимаюсь уже около двух лет своим здоровьем, я уже это рассказывал. Эти все вещи, они меня, например, и сподвигнули вот этот весь информационный шум, отодвинуть, потому что я лечусь в платной клинике, у меня там уже есть свои врачи, мне это нравится. И я понимал, если я буду всех вот этих людей слушать, тратить в самом моменте, то у меня не будет хватать на лечение, на какие-то, например, вещи. Мне нужно обновить новый телефон, я беру его и обновляю, да, потому что он не нужен для работы, а не думать, кто мне даст деньги, как отдавать этому человеку, или искать банка, где бы мне одобрили кредит, потом думать, как эти переплачивать проценты отдавать. И поэтому я выбрал вот такой путь жить, ну, как сказать, немножко как бы завтрашним днем, на перспективу. Я как бы живу сегодняшним днем, я понимаю, Даня, всякое может быть. Не сказать, что я себе там в чем-то отказываю, ну, есть какие-то у меня где-то ограничения, понятное дело, но сказать, что там себя я в чем-то где-то сильно обламываю, нет. Я стараюсь себя тоже радовать покупками, я это все рассказывал. Но еще раз говорю, хочется жить в будущем с капитала, даже если сегодня где-то что-то я не имею, или где-то я что-то недопокупаю, в будущем я себе это смогу позволить. Да, некоторые, кто-то там скажет, что с такой экономикой и с той стороны, как себя показали инвестиции, это невозможно. На самом деле, ребят, все возможно, если грамотно изучать инвестиции, все распределять грамотно по разным классам активов, у вас не будет таких убытков. А если у вас такие убытки, или вы не получаете дивиденды, вы сами в этом виноваты. Все равно на длинном горизонте все это можно исправить. Можно действительно не париться вообще, не инвестировать. И, соответственно, если вы не будете инвестировать, то вы не будете париться. Потому что еще раз говорю, есть две денежные проблемы. Когда есть деньги и когда нет денег. Каждый сам выбирает, какую ему иметь проблему. Я предпочитаю, конечно же, проблему денежную. Да, это есть проблема. Она тоже создает тебе неприятности, когда у тебя есть деньги, когда не тают, когда их замораживают, когда что-то еще. Но и здесь же есть вторая сторона, приятная, когда ты можешь действительно позвать себе хорошую медицину, купить себе какие-то нищики, что-то еще. Ну и порадовать, как говорится, себя. Даже пойти и сходить в ресторан раз в недельку вкусно покушать что-нибудь новенькое. Чисто себя там отблагодарить за хорошую работу. Ну или даже просто, почему бы и нет, как говорится. Пишите в комментариях, какие у вас мысли насчет этого. Вы что предпочитаете жить сегодня? Не жалеете ли вы, что начали вообще инвестировать? Как будете относиться дальше с инвестированием? Зафиксировали ли вы убытки? Если да, то будете ли вы дальше инвестировать? Будете ли вы жить сегодня? Или вы все равно будете откладывать? Просто будете держать деньги на депозите? Или же все-таки вы будете больше жить как бы сегодня? А имейте вот такой вот маленький запасик на черный день. И этого вы будете считать, что вам хватит. Либо же, может быть, вы будете всю зарплату сливать на тусовки, на хорошую еду, на хорошую одежду и тому подобное. Будет интересно почитать ваше мнение в комментариях. Но я свое мнение здесь высказал, поэтому я буду снимать ролики, возможно, очень долго, может быть, даже всю жизнь. И делиться, что у меня из моих инвестиций и с моей целью жизнь с капитала получится. Получится ли у меня жизнь с капиталом или нет, это мы посмотрим. Мы посмотрим, как преодолеется вот этот весь кризис, как поведет мой капитал в будущем. Будет ли он меньше, станет ли он больше, мне самому интересно. Я продолжу по чуть-чуть докупать активы, также наращивать подушку безопасности. Смотреть разные классы активов, больше обучаться. Я тоже понимаю, что много надел ошибок. И мне есть еще чем учиться. Посмотрим, что будет через 10 лет, насколько и мои знания будут круче, насколько мой капитал будет круче, не круче. Какой-то будет денежный поток. Все это в будущем и все это интересно. Все наши доходы и капиталы еще в будущем. Поэтому то, что происходит сейчас, это тоже далеко не показатель. Возможно, сейчас, приняв неправильное решение, мы можем реально очень многого в будущем лишиться, как говорится. Ставь лайк, надеюсь, данное видео вам было полезно. Делитесь данным видео со своими друзьями. Может быть, оно им будет тоже полезно. И они тоже поделятся в комментариях, как они живут сегодняшним днем или чуть-чуть смотрят на будущее. Если еще не подписались, друзья, на мой YouTube канал, то подписывайтесь. Будет много интересных, полезных моих мыслей и роликов. На сайте был, как всегда. Фокин Евгений. Всем пока. Увидимся на просторах интернета. И, конечно же, жду о вашем мнении, друзья, в комментариях.